Запишем словарный диктант и подчеркнем те слова, в которых буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука. Например, в слове Люба буква Ё обозначает один звук, а в слове Ладья буква Я обозначает два звука, звук Ё и звук А. Значит, подчеркиваем слово Ладья, а слово Люба не подчеркиваем. Начали. Люба, Ладья, после звука Д мы слышим звук Ё и звук А, то есть буква Я обозначает два звука, поэтому подчеркиваем слово ЧУТЬЁ. После звука Т мы слышим звук Ё и звук О, ЧУТЬЁ. Значит, буква Ё обозначает два звука. ЧЁЁ. ШИТЬЁ. ШИТЬЁ. ИЮНЬ. После гласных буква Ё тоже обозначает два звука. ИЮНЬ. Мы слышим Ё, У. Два звука. Поэтому подчеркиваем? Да, подчеркиваем. КАЮК. КРАЮХА. КРАЮХА. То есть кусочек хлеба, например, КРАЮХА. КРОЮТ. МЕЛЕЮТ. МЕЛЕЮТ. Мы слышим Ё, У. Два звука. МЕРЯЮТ. Мы слышим Ё, У. Два звука. Подсказываю, да? Подчеркнули. ЯЗЫК. И запомнили, что в начале слова буква Ё обозначает два звука. Вспомнили. ЯЗЫК. ЯЙЦО. Опять в начале слова буква Ё. Ё, ИЮ обозначает два звука. ЯИШНИЦА. Произносим, опишем ЯИЧНИЦА. ЯКОТЬ. ЯКОТЬ. Это значит выделять себя, свое Я. ЯКОТЬ. ЯКОРЬ. Мы слышим в начале слова. Буква Ё обозначает два звука. Ё, А. ЯКОРЬ. Подчеркиваем, верно? Верно. КАРАМЕЛЬ. КАРАМЕЛЬ. Здесь мы не слышим. В букве Е два звука. Просто М. Мягкий. Согласный. А потом один звук. КАРАМЕЛЬ. Так что не подчеркнули. Верно. Проверяем. ЛЮБА. ЛАДЬЯ. ЧУТЬЁ. ЧИЁ. ШИТЬЁ. ИЮНЬ. КАЮК. КРАЮХА. КРОЮТ. МЕЛЕЮТ. МЕРЯЮ. ЯЗЫК. ЯЙЦО. ЯИШНИЦА. ЯКОТЬ. ЯКОРЬ. КАРАМЕЛЬ. Справились. КАРАМЕЛЬ.